Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать мои новые покупки. То есть, что я буду носить этой весной, весна-лето. Да, многие из этих вещей я уже покупала в прошлом году. И продолжаю покупать, потому что этой весной у меня мои предпочтения это розовый цвет и белый цвет. Каждый сезон у меня появляется какая-то идея. Я выбираю какой-то цвет. И не случайно, естественно, я должна влюбиться в этот цвет. В прошлом году я влюбилась в розовый цвет, но вот вы на мне сейчас видите, это не совсем розовый-розовый цвет, а этот цвет называется такой смокий роз. Он такой дымчатый розовый, бледно-розовый. Вот такое платье, а силуэта простое, лаконичное. Чем проще, тем лучше. Она немножко большевата мне. Вот здесь вот надо... Ушивать надо. Каждая вещь обязательно требует какой-то доработки, потому что они же под стандарт шьют. А у нас фигура, естественно... Смотрите, здесь вот немножко надо убрать немножко объем. Можно... Я сегодня специально не стала с этим платьем, бижутерию не надела. Просто хотела, чтобы вы сфокусировались на платье. Она очень мягкая, она как, вы знаете, тонкий, как велюровая, но тонкий-тонкий он. Очень удобная. В то же время оно теплое. А обувь у меня тоже розовая. Обувь была куплена пять лет назад. Так что, только пару раз я ее надела, а так и стояла она. Вот как раз вот к бледно-розовому. Бледно-розовые туфли на рюмочке в каблуке очень-очень подошли. Я могу даже вам показать. Вот такой вот рюмочка-каблук. Они удобны тем, что если нога отекает или увеличился размер ноги, бывает иногда, да, пяточка может немножко выйти, и ничего страшного. Особенно я люблю такую обувь надевать на какую-то, в смысле, вечеринку, потому что вечерами постоянно, когда ты на ногах много танцуешь, отекают ноги, и в том случае можно регулировать вот в этом месте. И каблук невысокий. Такой бледно-бледно-розовый. Карен Скотт написано. Я даже не знаю, кто этот Карен Скотт. Вот такие бледные, розовый тоже цвет. Он очень похож на цвет моего платья. Ну а следующая вещь, это летняя, тоже бледно-бледно-розового цвета блузка. Я очень надеюсь, что вам из-за света, что вам видны, различаете цвет, да, опять смоки, роз, блузка и джинсы от Зары. Я вот пару дней назад была в Заре, и вы уже знаете, что я люблю в Заре покупать джинсы. И вот оттуда купила розовые джинсы. Они такие бледно-бледно-протертые розовые джинсы. Очень удобные. Смотрите. Классно собирают вот так вот. Ох! И вот такая вот блузка. Джинсы стоят, по-моему, 50 долларов, если я не ошибаюсь. Зато я точно знаю, что эта блузка стоит 10 долларов. То есть, почему я помню точно, потому что смигатурная цена 10 долларов. Она была на распродаже. Я ее купила. Такая бледно-бледно-бледно-розовая. А на ногах у меня туфли бежевые, на высоком каблуке, с таким овальным носом. Вот эта вот динамичная летняя одежда. Очень удобная. И джинсы, вы знаете, немножко прорезиненные. Они вот так вот хорошо держат форму. А туфли я вспомнила. Сакс Фифт Авеню. Я еще их не надевала. Они новые. Такие бежевые. Кстати, туфли тоже стоят 60 баксов. Вот. Вы знаете, я... Вы, наверное, уже давно все поняли, что я не люблю... Мне не интересны вот эти громкие фермы. Потому что я... Лично это мое мнение. Конечно, я хочу кое-что. Какую-то там, например, сумку, ремешок из громких ферм. Да? Но это... Вы знаете, я вообще считаю, что если у тебя нету вкуса, но есть деньги, да? Иди в Гуччи или там еще куда-то. Покупая в Шанель, покупая готовые уже не ошибешься. Понимаешь? С гарантией вот эти вот дорогие безумно дзайнерские вещи. А вот я лично предпочитаю ходить, искать, откапывать какую-нибудь вещь. Например, блузку я покупала, не знаю, не помню когда. Она висела. По-моему, осенью я ее купила, да. Осенью перед наступлением зимы. Потому что с прошлого года я... Желание у меня дикое было. Что-то с муки роз. Что-нибудь прикупить себе. И вот джинсы. Вот два-три дня назад сколько купила. В общем, я хожу, собираю, собираю. И в оконцовке блузка еще ни разу не наделана была. Вот эти этикетки. Вот. Винс кому-то стоила 69 долларов, а я купила за 10 долларов. Это вот что значит жить в Америке. Вот такие привилегии. Конечно, не всегда с размером можно найти. Не всегда можно попасть на вот такую хорошую распродаженную. Можно. Можно также, если у вас есть укороченная кожная куртка или же бывают жакеты, да, вот укороченные есть на прохладную погоду. В таком случае спокойно можно вот это выпустить на выпуск. Вот так вот. И укороченное что-то надеть. Они будут как бы слоями и будет удобно. Следующий мой образ. Это опять-таки цвета Smoky Rose. Но она уже с рукавом идет. Вот как видите, вот такой вот рукав имеется с одной пуговичкой. Она такая, знаете, спасательной пруть, я называю так, такие блузки. Их можно заправить, да, вот так вот. Можно заправить с узкими джинсами. А можно и, ну вот вы сами знаете, что сзади сейчас вот так вот отпускают. Сейчас так модно стало половину заправлять, половину не заправлять. Можно вообще отпустить все. Такая вот как туника. Ее можно и беременным женщинам носить, и вообще самой потом носить. В общем, она такая, я специально взяла на, по-моему, это на размер больше, чем надо. Но я чувствую, что она такая вот. Я вот так вот покупаю на размер больше иногда. А иногда бывает, что размера нету, и приходится одна единственная стоит. И я такая, брать, не брать и беру, если на размер больше. Почему? Потому что, ну мало ли что, мы же не стоим на месте. Мы всегда растем, движемся. Вот. Вот. Блузка такая. Следующий образ. Это вот такая вот курточка. тоже она как комбинированная, смотрите. Здесь трикотаж изнутри, да? А вот с этой стороны, как как велюр. Но это не велюр. Я не знаю, как назвать этот материал. Она была на распродаже. Стоили 119 долларов. Я ее купила за 60 долларов. Она такая тряпочная. На замке. А замок золотистый. Можно закрыться. Здесь тоже на кармашке замочки. Бежевыми джинсами. Ой, с розовыми джинсами. С розовой курточкой. Тряпочная. Это типа летняя курточка. Вот как раз летом, когда прохладно, изнутри тоже смоки. Блузка, которую я до этого показывала. Которую за 10 долларов купила. Можно так носить, а можно блузку выпустить. На выпуск можно вот так вот надеть. как мой третий или четвертый образ, я уже не помню, честно признаться. Это вот такая вот розового цвета, как вы заметили. Платье туника. Я в прошлом году я покупала вот это вот платье туника. Это платье я ношу как платье. И можно вот, смотрите, с сигаретками, джинсами. Если кто считает, что у него не идеальные ноги, если кто считает, что у нее какие-то вены и вообще хочет скрыть голые ноги, можно вот с тонкими джинсами. Я без брюк летом люблю. Здесь сюда можно надеть длинное вот такое вот колье. Тут кармашки. Я вообще обожаю, когда кармашки имеются, потому что ноги, ой, руки некуда делать постоянно. А еще я как-то попробовала ее еще дома только вот, когда как-то по-моему, в прошлом году на день рождения мы с семьей ужинали дома. Я вот надевала один раз. На улицу еще в ней бы не выходило. Можно с тонким ремешком вот сюда, да, его вот так вот как собрать вот здесь вот ремешком. Его можно как блузку, как тунику одеть, если вы не хотите, чтобы она вмешалась. А так она, в принципе, не мешается. Вот такая вот. Очень удобный образ. В этом образе классно идти в гости, потому что наедаешься, живот вылазит, и все время, когда сидишь в обтяжке в платьях, неудобно, когда в гостях сидишь. А когда едешь на партии, то если ты всегда на ногах, то уже в принципе не страшно. Так, на ногах у меня туфли невысокого каблука, вот средний каблук, можно сказать, вот от этого дизайнера. Очень удобные. Дэнни фон Фюстенберг. Недавно только покупала эту обувь. Вообще даже не надевала еще. Да. Вот. Кстати, вот это вот у меня есть как розовый, да, цвет, как и есть болотного цвета. Здесь этикетка еще. Так, пацаны там нету. Ну, ладно. вот когда я вам платит тунику, я решила вам показать, чтобы удлинить силуэт, платежешь вот с глухим воротником, типа, да, удлинить, чтобы силуэт можете вот такую вот ожерелье выбрать. Поближе если показать, она вот такая вот. Да, разное можно, можно просто такие цепи пластмассовые, всякое можно, было бы желание, просто вот легче, лучше удлинить, потому что плечи будут казаться широкими, квадратными. Да, и они какой-то цвет дают, все равно драгоценности, бижутерия, она же наше украшение. Этот образ я все это купила вот на днях, там, где покупала я розовые джинсы, там же я купила вот эту вот блузку или тунику, я даже не знаю, как его назвать, она вот такая разлетайка, смотрите, в зале купила, были разные-разные цвета, из стального цвета, из черного, есть вот такой вот бледно- розовый, пудровый такой цвет, мне вот такие вот всякие разлетайки, шалтай-болтай, очень нравится мне, с теми же джинсами, смотрите, отзары, и эта разлетайка, она вот здесь вот расходится, а внутри вот такая вот подкладка, чтобы не просвечивала, и чтобы совсем бледное не было, я, смотрите, такое ожерелье прозрачное, я не смогла нацепить, нужно, чтобы кто-то мне помог, вот, она как-то мне свободно получилось, она тоже такая прозрачная, такая, как стеклянная, чтобы слишком ну вот этот образ сам по себе очень нежный, хотя и динамичный в джинсах, в смысле, удобный такой, да, практичный, но цвет очень нежный, и поэтому, чтобы не стать молью, не превратиться в моль, обязательно какой-нибудь макияж нужно сделать, либо смоке айс, или сочные губы, обязательно, и или же выбрать какое-нибудь ожерелье, а то, как моль станете и потеряетесь, но я не потеряюсь, потому что я брюнетка, у меня волосы черные, вот, а если вы блондинка и светлая, да, вот, русая, можно запросто потеряться, если вы помните мое прошлое видео, где я мерила платья в примерочной, была на шопинге, разное-разное платья мерила, если вы помните, я мерила белое платье, помните, белое-белое платье, и так вот, когда я пошла платить в кассу, я передумала покупать белое платье, были там альтернативные, смотрите, вот, розовые, такой вот, грязно-розовый, смоке роз, я решила купить смоке роз, потому что у меня очень много белых нарядов, туалетов, белой одежды очень много, потому что я очень люблю белое, так как сама смуглая, вот, и поэтому думаю, что очередной раз белое покупать, куплю-ка, я себе розовое, вот так вот, в последний момент я выбрала розовое, она очень-очень удобна, она потому что, вот, смотрите, разлетайка, и это мой последний образ на сегодня, жду ваших комментов, это уже не в магазине, я у себя дома, это уже, уже были куплены, эти вещи, так что обратно задавать мне уже не придется, мне очень интересно знать, какая вещь из вот этих вот мною предложенных вам понравилась больше, вот, какой именно образ победит, я хочу узнать, это очень интересно, потому что мнение со стороны для меня очень важно, как не зря же говорят, со стороны виднее, так что с вами бледно-розового цвета, следующий мой образ, юбка-карандаш и легкая блузка, короткая, я считаю, что прямая юбка-карандаш это одно из сильных оружия женщины, и тем более, если она прорезиненная, уже много лет, очень много, везде можно войти, встречаются юбки именно прорезиненные, лично я эту юбку покупала в Биби, вот, а эта блузка, я уже не помню, от кого она, но она тоже не из громких фирм, и не дорогая, если стоит, стоит, то она больше 50 долларов не может стоить, потому что, ну, я бы запомнила бы, если бы она стоила дорого, я запоминаю в двух случаях, либо она должна быть дорогой, чтобы я запомнила, либо она должна быть очень недорогой, в основном случае, мне средние какие-то, вот, цены, 30, 60 долларов, они не запоминаются, скорее всего, это где-то 40 долларов, вот, я всегда придерживаюсь того правила, если низ узкий, то верх немножко свободный, или наоборот, если верх в обтяжку, то вниз широкий, может быть, очень удобная, юбка собирает, и не дает сутулиться, расслабляться, в то же время, из-за того, что она резинка, не боишься, что где-то складки будут, что где-то там вогнется, очень-очень удобная юбка. Вообще, женщинам, кому больше среднего возраста, кто больше среднего возраста, я бы рекомендовала бы всегда, всегда присматриваться к розовым, к розовым вещам, к розовому цвету. Почему? Потому что розовый цвет автоматически скашивает пять лет лица женщины. Это раз. А потом розовый цвет можно такой, спокойно розовый цвет найти, чтобы не было это притерно розовым, которых носят девочки, в частности, моя дочка, которой 6 лет, вот она носит вот такие мятные, розовые-розовые, вот, яркие. А приглушенные цвета, вот этот вот смоки роз, они как раз самое то, я считаю. Они женщину делают женственной, они омолаживают, тем более если холодные цветотипы у вас, то холодные розовые можно выбрать. А если вы теплый цветотип, лето и осень, вот, то тогда выбирайте лососевые, алые цвета. Очень люблю я оранжевый цвет, например, вот. я с вами прощаюсь, до новых встреч, спасибо, что провели со мной время, если вы не подписаны еще на мой канал, не забудьте подписаться, всем пока-пока. рад, спасибо. Павел прожига, не забыла. Не забыла, Слыш existe, не забыла. Не забыла. Я забыла. Не забыла. следующий мой образ очень уютный с той же юбкой карандаш но с кардиганом связано не обязательно чтобы цвета точь-в-точь попадали в один и тот же то можно подбирать на один-два тона чтобы только можно может быть место иметь больше трех тонов конечно я в этот раз в этом образе не стала совмещать но они все сходятся и если у вас нету розовая одежда для того чтобы освежить свой образ не обязательно сломя голову бежать и искать розовую одежду хотя и я умная очень рекомендую можете присмотреться к шарфикам шалям смотрите вот какая она тонкая-тонкая-тонкая стоит она всего лишь 14 долларов так что можно спокойно обходиться на точкам и сверху бежевого если натянуть шар или использовать какой-нибудь платочек то тоже эффект будет как будто ваш бежевый бледный будет сливаться с вашим розовым шарфиком и тот же розовый эффект можно добиться вот холодного подтона тоже такой розовый холодно-розовый по-всякому можно сейчас меня вот я не перед зеркалом поэтому не знаю как завязала по-всякому можно завязывать или же вы можете платочек на сумку завязать вот такой вот был у меня образ следующий мой образ тоже розовый даже прямая юбка я лишь поменяла на водолазку кардиган она просвечивает она бледно-розовая и единственное правило хочу я вам сказать а если вы выбрали для себя просвечивающую одежду то изнутри body или все что угодно что внутри оденете обязательно должно быть не в том тон не бежевая а темного цвета тогда образ будет казаться динамичным таким современным какая-то нотка даже спортивности в этом может быть вот если раньше это вот правила были другие времена меняются и правила и люди вместе с ним раньше нельзя было изнутри надевать темный темное нижнее белье скажем так а сейчас наоборот если вы прозрачную одежду выбираете еще раз скажу то под низ обязательно наденьте потемнее потому что если вы бежевого цвета или в тон в тон наденете то будет казаться пошло и все время будет казаться все будут смотреть зырится на ваше нижнее белье и думать есть ли там нижнее белье или нет и поэтому выбирайте темного цвета нижнее белье и не прогадайте динамика что я Продолжение следует...